Музыка и рев моторов. Последние приготовления к старту. Мечта ивановских гонщиков сбылась. Совершенно легально. Без проблем с законом они смогут сегодня сразиться на трассе. Наконец, одному из ивановских мобильных движений удалось шаг за шагом согласовать проведение драг-баттла. А задача эта была не из легких. Да, сложно. Очень сложно. Потому что страх есть. Всегда есть риск. Отвечать, естественно, будут те, кто это все согласовал. Поэтому, конечно, рискуя и идя на подобные соглашения, очень бы хотелось выразить свою благодарность. В первую очередь администрации, дорожному хозяйству, всем, кто нам помогал, всем, кто не мешал. Вот это очень замечательные тоже люди. Потому что, действительно, риск есть, но риск обоснованный, потому что это какая-никакая попытка выйти на новый уровень, на новый уровень, в первую очередь, безопасности. То есть, условно, если это когда-нибудь хотя бы приведет к строительству полноценной, безопасной, огороженной бетонной трассы, то это будет совершенно оправданный шаг. Для организаторов асфальтовой дуэли так официально именуются соревнования, в отличие от участников, первостепенно не скорость, а безопасность и гонщиков, и зрителей. Поэтому для всех участников обязательный ритуал перед стартом, надеть шлем и пристегнуть ремни. И можно стартовать. Расстояние от стартовой до финишной линии 402 метра четверть мили. Всемирно принятая длина трека для драгрейсинга. О том, что это непростые любительские покатушки, говорит еще и тот факт, что гонка официально включена в календарь соревнований RAV. Однако принять участие в асфальтовой дуэли смогли не только титулованные гонщики, но и любители. Зачет проходит по трем классам. Первый – стритлайт автомобили с двигателем до двух литров, лишь слегка прокаченные. Второй – фаст стрит, более серьезная категория для машин с объемом двигателя до трех с половиной литров. Ну и последнее. Но не по зрелищности – анлим. Никаких ограничений ни к литражу, ни к другим характеристикам авто. На участие в автобитве заявились более 50 гонщиков. Не только из Ивановского, но и из соседних регионов. А значит, интерес к этому зрелищному виду автоспорта есть. Значит, нужна трасса. Это возможно, в принципе. При нахождении определенных спонсоров, в принципе, мы даже можем найти место, например, на аэродроме Исюниха. Но при определенных условиях, конечно. Потому что надо положить асфальт, чтобы дорога была ровная, идеально. И, соответственно, зоны безопасности должны быть отработаны для того, чтобы зрителям было удобно и комфортно смотреть данные соревнования. Ивановский автоспорт держится на энтузиазме. Сейчас инициаторы – автомобильное движение «Драйв-37». Десять лет назад на их месте был Игорь Перепелкин. Последнюю гонку такого масштаба ему совместно с ДСАФ удалось организовать в Иванове в 2004 году. И у зрителей, и у участников соревнования вызвали восторг. Тогда же родилась идея заезда между авто и самолетом. Но Ивановский драгрейсинг погубило чиновничьи безразличия. Спорт зрелищный, но, к сожалению, денег этот спорт не приносит, как и весь автомобильный спорт. Только оттягивает из семейного бюджета большие деньги. Если нет спонсоров хороших, то, в конце концов, этот энтузиазм заканчивается прахом. Однако у нового поколения горят глаза. Первый блин – никому. Дебютная асфальтовая дуэль прошла успешно, а значит, можно продолжать. Главное – не растерять энтузиазм на середине пути. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Лежневский район.